Еще одним большим событием Дня Железнодорожника стал суперфинал Международного детского футбольного фестиваля Лакобол РЖД. В этом году турнир устроили в 17-й раз. На заключительном этапе за победу сражались 20 команд из России и Белоруссии. Кто стал чемпионом, расскажет Олег Фомин. Этим футболистам по 12 лет, но некоторых уже называют будущими звездами. В суперфинале фестиваля Лакобол РЖД за победу боролись 16 команд мальчиков и 4 коллектива девочек. Они уже доказали, что одни из сильнейших. Прошли отборочные испытания. Для юных футболистов правила игры немного изменили. Поле в два раза меньше обычного, а матч длится не 90 минут, а всего 40. Лакобол РЖД – один из крупнейших детских футбольных турниров не только России, но и Европы. В нем приняли участие уже более полумиллиона мальчиков и девочек. В этом году фестиваль собрал около 3000 команд. Это более 40 тысяч детей со всей России и из стран ближнего зарубежья. Фестиваль в этом году у нас проходит уже в 17-й раз, уже на протяжении последних нескольких лет. У нас очень радует, что все субъекты нашей страны принимают в ней участие. У нас во всех субъектах проходят отборочные турниры и дальше команда уже едет на межрегиональный этап. Для детей это действительно уникальная площадка, особенно для команд из небольших городов, показать себя, заявить себя. Капитан курского авангарда Кирилл Елфимов занимается футболом 9 лет. Тренируется почти каждый день и в любую погоду. Мечтает выступать за «Зенит». Турнир хороший, мне понравилось. Еще будет, конечно, продолжение. Проиграли, из группы не вышли, к сожалению. Я думаю, что еще победим «Локомотив» и не один раз. Мы могли лучше играть. Нам реализовывать моменты надо больше. И все. Многие участники турнира уже решили связать свою жизнь с футболом. Как, например, Варвара Новикова. Она нападающая «Ижевского торпеда», которая стала бронзовым призером соревнований. У нас в школе был турнир. Там меня заметил тренер. Он сказал, давай ходить. Это была просто любительская дворовая команда. А потом меня позвали в эту команду. Интересно бить, забивать, переживать вместе всей командой. Мечтаю играть за сборную России, а далее стать тренером. Почти все матчи суперфинала получились напряженными и упорными. Болельщики переживали наравне со спортсменами. Трибуны гнали команды вперед. У мальчиков чемпионами стали футболисты столичного локомотива. В решающем матче они обыграли белорусскую команду «Минск». Основное время поединка закончилось в ничью. Все решилось в серии пенальти. Победили благодаря своему характеру, благодаря работам над собой. Хочется сказать большое спасибо всем тренерам, которые работали над нами усердно. Третий игровой день. У мальчишек силы уже заканчивались. Поэтому я благодарен им за самоотдачу. И в конце они проявили хладнокровие и показали свой глаз, реализовав удары. В турнире девочек победили футболистки столичного Чертанова. В финале они разгромили команду лидера с Петербурга со счетом 8-0. Я счастлива, что у меня такая команда. Я горжусь, что являюсь тренером и частью данной команды. Девчонки большие молодцы, проявили характер в такую жаркую погоду. Сумели выдержать хороший темп, показать хорошую игру и добиться соответствующего положительного результата. Победители чествовали на главной сцене праздника «Достигая цели». Награду им вручил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов. Вот она будущая история нашего спорта. Локобол – это путь в большой футбол, поется в гимне фестиваля. И это факт. Некоторые бывшие участники турнира сегодня выступают в профессиональных клубах. Олег Фомин, Александр Сердцев и Юрий Ларионов. РЖД ТВ. Москва.